Добрый вечер, уважаемые подписчики, слушатели и посетители, гости. В странице на ютубе или канала на ютубе доктора-психиатра Джорджа Горбатого я продолжаю чтение отрывков глав эссе из книги профессора Ивана Алексеевича Сикорского «Всеобщая психология с физиогномикой» в иллюстрированном изложении. Издание второе, существенно дополненное, с 330 рисунками в тексте, Киев, 1912 год. В данном аудио-видеофрагменте я буду читать вам очень такую, не очень длинную, относительно короткую, значит, отрывочек, который называется «Душа ребенка» из психологии ребенка. В период от рождения до полного развития человека около 26-28 лет протекают два параллельные процесса. Особые черты духовного развития, которые впоследствии лягут в основу характера ребенка и будущего взрослого человека, заметны уже со 2-3 года жизни, когда начинается первое развитие высших чувств. Но решительная печать индивидуальности кладется только около наступления юности. До того же времени на сцену выступают общие черты человеческого развития в зависимости от возраста. Весь цикл психической эволюции человека обыкновенно разделяется следующим образом. А, или первое, душа в возрасте первого детства от рождения до 7 лет. Второе, душа в возрасте второго детства или отрочества от 6 до 14 лет. Третье, душа юноши от 14 до 22 лет. Четвертое, зрелая человеческая душа и пятая, душа старца. А, душа в возрасте первого детства. Согласно ходу нервно-психического развития ребенка, мы считаем естественным подразделить возраст первого детства на следующие периоды. Душа новорожденного или душа младенца. Три первые месяца порождение на свет. От четвертого до десятого месяца жизни. Конец первого и начало второго года жизни. От второго до шестого года жизни. Здесь дается такая небольшая ссылочка. Более подробные данные, касающиеся души ребенка, представлены в книге автора, то есть профессора Сикорского, «Душа ребенка», издание Третье, «Киев», 1911 год. Здесь мы приводим лишь краткий конспект для цельности плана всеобщей психологии. Так, а душа новорожденного, только что родившийся на свет ребенок, уже обладает способностью вкусового и обонятельного восприятия. И можно даже сказать способностью вкусового и обонятельного познания. Он способен также в отношении этих восприятий проявлять внимание, то есть придавать этим восприятиям и этому познанию по временам высшую остроту и силу. В это же время у него уже вполне развита бессознательная и низшая жизнь. Ребенок чувствует голод, жажду, сытость, утомление, испытывает чувство приятного и неприятного, умеет плакать, кричать, сосать, глотать, закрывать гортань при погружении в воду и так далее. Дальше. Первые три месяца по рождении, первые три месяца своей жизни человеческое дитя учится слышать, видеть и осязать. Кроме того, в этот период у ребенка развивается одно чувство – неожиданности. Видеть, слышать и осязать – это для ребенка очень сложное дело, которому он должен обучаться. С физической точки зрения глаз, ухо и даже осижающий палец предостерегают собой гораздо более замысловатые приборы или аппараты, чем микроскоп, телескоп и слуховая труба. Ребенку необходим некоторый срок, чтобы освоиться с этими аппаратами и научиться при помощи их воспринимать с точностью внешний мир. На это уходит у ребенка первые три месяца. Все то, что для развития вкуса и обоняния делается еще во время зародышевой жизни, для остальных органов чувств совершаются первые три месяца жизни. Труднее всего ребенку дается обучение зрению благодаря большой сложности зрительного органа. К концу третьего месяца жизни ребенок вполне обучается пользоваться всеми органами чувств, то есть научается видеть, слышать и осязать. Следующий период – от четвертого до десятого месяца по рождении. На этот период должны смотреть как на самый важный во всей жизни ребенка, потому что в этом периоде начинается та высшая духовная деятельность, которая решительным образом отличает человеческого ребенка от животного даже выше. Эта высшая деятельность состоит в обучении мышлению. В этот период ребенка впервые развивается и устанавливается два важнейшие акта духовной жизни – воспроизведение и узнавание. И затем выступают ассоциации. Из чувств древнейшей формации развиты ясно радость, страх и гнев. Гнев раньше страх, раньше страх несколько позже. Развивается мышление образами, директивы же развиваются позже. Ребенок в это время малопроницателен. Конец первого и начало второго года. В этот период жизни, детяти, происходит развитие одного из высших умственных отправлений – развитие речи. В развитии речи можно различать три периода. Период изучения звуков, подготовительный период. Второй – уразумение слов. И третий период – произносение слов. Следующий период – от второго до шестого года. В этот период уже с начала второго года начинается развитие высших чувств – сострадания, привязанности, живого интереса к впечатлениям и прочее. Умственное развитие в это время сказывается в неустанной жажде впечатлений и поисках за ними. Это вызывает у рыбанка массу движений и приводит к развитию воли, которая почти целиком направлена на восприятие впечатлений и на развитие внимания. В течение этого периода у детяти развитие чувства решительно идет впереди других сторон души. Благодаря чему у ребенка уже в эту пору развиты высшие чувства – эстетическое, интеллектуальное и нравственное, и некоторые из них, по крайней мере по временам, достигают высоты зрелых чувств, тогда как воля и ум ребенка никогда в такой мере не подвигаются вперед. По уму и воле дети этого возраста стоят ниже, чем по чувству, и мотивные директивы быстро развиваются. Их начало уже вполне ясно на первом году. Личность ребенка впервые ясно сказывается около 2-3 года. В это время ребенок впервые начинает говорить о себе «я», тогда как до этого срока он, даже владея речью, говорил о себе объективными терминами, как о третьем лице. Петя хочет есть, возьмите Петю на руки и так далее. Следующий период – возраст второго детства от 6 до 12 лет. Возраст второго детства характеризуется постепенным развитием процесса ассоциаций, что проявляется наглядно в способности у ребенка воспринимать и содержать в уме связно и последовательно прежние события и усвоенные представления свободно передавать речи, но оригинальные концепции еще не вполне доступны ребенку. Возраст от 12 до 14 лет можно назвать переходным к юношескому. Он характеризуется значительным усилением воли и порывом фантазии, что приводит иногда к смелым шагам и решительным действиям, основанным, однако же, на незрелых детских концепциях, ребяческий героизм, сказочные подвиги, решимость предпринять одоленные путешествия и тому подобное. Ну, вот такая маленькая статья, посвященная душе ребенка, из психологии ребенка. Ну что, на этом я закончил чтение этой маленькой такой заметочки. Я, доктор Джордж Горбатов, как всегда, как обычно, сердечно благодарю всех слушающих этот отрезок из книги профессора Сикорского. Благодарю за внимание, благодарю за интерес и прощаюсь с вами до следующего чтения. До свидания.